Жила как-то на свете бедная вдова, и был у нее сын, Джек, да корова-белянка. Корова каждое утро давала молоко, а мать с сыном продавали его на базаре, этим и жили. Но вот как-то раз белянка не дала молока, и у них не оказалось еды. Мама решила продать корову и на вырученные деньги открыть лавку. Джек взял в руки повод и повел корову на базар. Не успел он прийти, как повстречался с каким-то чудным старичком. Он сказал, что не прочь обменять корову Джека на бобы. И на этих словах достал из кармана горстку каких-то диковинных бобов. Старик сказал, что эти бобы волшебны, их нужно посадить вечером, а к утру они вырастут до самого неба. Джеку стало очень интересно, и он согласился. Домой мальчик пришел рано. Мать очень разозлилась, что он отдал самую молочную корову во всей округе за горсточку каких-то скверных бобов. Но Джек помнил слова старика и решил, что делать нечего, и посадил бобы во дворе. Поднялся он к себе на чердак, грустный-прегрустный, и заснул. Утром Джек проснулся и увидел во дворе что-то вроде большого дерева. А это, оказывается, его бобы проросли, и огромный стебель продолжал расти вверх, пока не дорос до самого неба. Джек прыгнул на стебель и полез вверх, словно по лестнице. Все лез и лез и лез и лез, пока, наконец, не добрался до самого неба. Там он увидел длинную широкую дорогу, которая привела его к огромному замку. Джек подошел к его воротам и постучал. Ворота открылись, а на пороге стояла высоченная женщина. Зайкаясь от страха, мальчик попросил чего-нибудь позавтракать. Великанша впустила его, но предупредила, чтобы не попадался на глаза ее мужу, потому что он людоед. Она отвела Джека на кухню. Но не успел он съесть и половины завтрака, как вдруг весь дом затрясся от чьих-то шагов. Мальчик не растерялся и мигом прыгнул в печь. И в эту же секунду в комнату вошел людоед. Ну и большой же он был, как гора. Людоед достал из огромного сундука два мешка с золотом и уселся считать монеты. Считал, считал, наконец стал кревать носом и захрапел. Тут Джек потихоньку вылез из печи, прокрался мимо людоеда, схватил один мешок с золотом и кинулся к бобовому стеблю. Сбросил мешок вниз, а сам начал спускаться по стеблю все ниже и ниже, пока, наконец, не очутился у своего дома. Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось, и протянул ей мешок с золотом. Стали они жить на деньги, что были в мешке. Но в конце концов мешок опустел, и Джек решил еще разок попытать счастье на верхушке бобового стебля. В одно прекрасное утро он встал пораньше и полез на бобовый стебель. У порога огромного замка стояла жена людоеда. Она сказала, что не впустят его, потому что в прошлый раз у ее мужа пропал мешок золота. Но все-таки она сжалилась над бедным мальчиком и впустила в замок. Вдруг послышались шаги великана, и Джек опять спрятался в печь. Людоед вошел и велел жене принести курицу, что несет золотые яйца. Великанша принесла, и людоед приказал курице не здесь. И та снесла золотое яйцо. Довольный великан начал кривать носом и закрапел. Тогда Джек вылез из печи, схватил золотую курицу и кинулся к бобовому стеблю. Вернулся мальчик домой. Показал матери чудо-курицу, и стали они жить, продавая золотые яички. Но вскоре Джеку показалось и этого мало. И он опять решил попытать счастье на верхушке бобового стебля. На этот раз мальчик залез в замок через окно. Запрыгнул в медный котел и затаился. В комнату зашли людоед с женой. Великан учуял запах мальчика, и они кинулись искать его в пече. Но его там не было. Они обыскали все углы и закоулки, только в медный котел заглянуть не догадались. Отчаявшись искать, людоед велел жене принести золотую арфу и поставить ее на стол. Под ее прекрасные звуки людоед захреплял. Тут Джек тихонько вылез из котла, схватил золотую арфу и бросился к двери. Но арфа громко заиграла и разбудила людоеда. Джек побежал, сломя голову, прыгнул на бобовый стебель, а великан за ним вдогонку. Спустился Джек до своего дома и закричал маме, чтобы та несла топор. Мать выбежала с топором в руках, мальчик схватил топор и принялся рубить бобовый стебель. Людоед почувствовал, что стебель сильно качается и остановился. Тут Джек как ударил топором еще раз и перерубил бобовый стебель. Он закачался и рухнул, а людоед грохнулся на землю и разбился. С этого дня Джек и его мать никогда больше не знали бедности. Но мальчик очень сожалел, что из-за своей жадности они чуть не поплатились жизнью. Он пообещал, что никогда больше не будет красть и будет усердно трудиться во благо семьи. Посадил дед репку и выросла она большая-пребольшая. Отродясь такой репы в деревнях не видели. И вот пошел дед репку рвать. Тянет-потянет, тянет-потянет, а вытянуть не может. Не знал дед, что делать. И так, и этак, да никак не вытянет. Тогда позвал дед бабку репку тянуть. Пришла старуха, обхватила деда за спину и стали они тянуть репку вместе. Бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да вытянуть никак не могут. Просто беда какая-то. Поразмыслил дед и понял, что пора звать на помощь внучку. И стали они во весь голос звать девчушку, да так, что вся деревня дрожала. Прибежала внучка, взялась за бабкину юбку и снова стали они репку тянуть. Внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, а вытянуть не могут. Расстроились старики, ведь такая репка пропадает. Тогда внучка решила позвать свою собачку жучку, чтобы хоть она помогла репку вытянуть. Прибежала жучка, схватила внучку за платок и стали они тянуть репку вместе. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, а вытянуть снова не могут. Еще сильнее расстроились дед да бабка, ведь пропадет репка неседенная. Как вдруг жучка загавкала и убежала. Вернулась собачка уже не одна, а с кошкой. Она схватила жучку за хвост и стали тянуть репку все вместе. Кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да не вытянуть. Расстроились старики вместе с внучкой. Не видать им репки. Как вдруг кошка убежала в сарай. Долго ее не было и вернулась уже не одна, а с мышкой. Стали дед с бабой, да внучка с жучкой просить помощи у мышки. Она повиляла хвостом, пикнула два раза, а потом схватилась своими маленькими лапками за шерсть кошки. И снова они потянули репку вместе. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да и вытянули репку. И вот решил дед репу делить. Себе взял половину, третий отдал бабке, чуть меньше внучке, кусочек жучке, пол куска кошки и совсем малую кроху мышки. Обиделись звери на деда, ведь помогали они одинаково, а поделил он репку нечестно. Прошел год. Дед высадил репку снова, и выросла она больше прежней. Давно такой репы в деревнях не видели. И вот пошел дед репку рвать. Тянет-потянет, тянет-потянет, и так, и этак, да никак не вытянет. Не знал дед, что делать. И решил снова на помощь бабку позвать. Стали тянуть они репку вместе. Бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да вытянуть никак не могут. Тогда позвала бабка внучку. Прибежала внучка, и потянули они репку вместе. Внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да не вытянут. Расстроился дед и пошел просить помощи у зверей. Позвал он жучку, но та только мордочку отвернула, вильнула хвостом и убежала. Нашел дед кошку, а она забралась на крышу сарая. Тогда пошел старик к мышке. Но и она не стала его слушать. Тогда дед понял, что звери обиделись на него, за то, что он нечестно поделил репу. Ведь без мышки, кошки или жучки не видать деду репки. Подумал старик, собрался с мыслями и пошел к животным снова. Извинился перед жучкой, попросил прощения у кошки и пообещал лучший кусок репки для мышки. Тогда согласились звери помочь деду. И стали они тянуть репку вместе. Мышка за кошку, кошка за жучку, жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за деда, а дед за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут, да и вытянули репку. Запекла баба репу. Давно такой вкусной репы в деревнях не видели. И поделил дед репку поровну, кусок себе, бабки и внучки. По куску получили жучка с кошкой и даже мышка. Все остались довольны. Так жили они в мире и согласии долго и счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok